Делегации, представители Новоуральского филиала Свердловского областного союза промышленников и Ассоциации предприятий атомной отрасли Новоуральска выехали на молочный завод, чтобы посмотреть, как он развивается сегодня и какие преобразования здесь произошли. Вряд ли в городе есть человек, никогда не пробовавший молочную продукцию нашего молокозавода. Многие из присутствовавших признались, что регулярно покупают ее в магазинах, но на производстве никогда не были. Воучу посмотреть, как происходит процесс по изготовлению сыров, йогуртов, масла и других продуктов – возможность уникальная. Для гостей генеральный директор молокозавода Александр Блинов провел экскурсию. Делегация побывала в том числе в цехе розлива, тарном цехе, цехе по изготовлению масла. Кстати, он после внедрения нового оборудования заработал с 10 мая этого года. Масло, производимое здесь, имеет жирность 82,5%. Далее гостям показали морозильную камеру, а также склад, где хранится готовая продукция. Интерес у делегации вызвала и новая линия по фасовке молока и молочных продуктов. Она позволяет экономить средства и трудовые ресурсы предприятия. Линия автоматизирована. В одну коробку формируется по 24 пол-литровых упаковок или по 12 штук литровой продукции. В таком виде товар поступает в магазины. Новое оборудование обеспечило более мобильный и технологически удобный производственный процесс розлива и упаковки. Значит, вот это вот машина по групповая упаковка, в которой мы фасуем молоко. Производство Алиад Израиль. Значит, вот она формирует коробки, автоматы финпаковские. Два были, один мы приобрели, двухручьевый. Гостям рассказали и наглядно показали, как работает оборудование. В частности, по производству мягких сыров. И дали попробовать сулугуни сразу после выпуска, перед фасовкой. С января этого года на предприятии произошла смена вкусовой линейки и упаковки йогуртов. И сразу стала заметна динамика роста продаж этого полезного продукта. И это говорит о том, что товар востребован потребителями. Вот динамику хочу показать. В январе мы запустили и выпустили 35 тонн. В июне уже 130 тонн. Вот все ассортиментно то, что у нас есть. Один из поставщиков сырья молокозавода агрофирмы «Уральска» Александр Соколов, директор агрофирмы, также был участником выездного заседания. Он рассказал собравшимся о взаимодействии с молокозаводом и о том, как сегодня восстанавливается агрофирма. На мои плечи досталось такое, скажем, как, ну очень тяжелое предприятие с большими долгами. Стадо, очень, так скажем, немножко генетика уже стала шататься. Вот, но мы с командой зашли, вовремя успели. То есть на сегодняшний день очень достигнуты уже большие, так скажем, результаты. То есть стадо досталось, когда в сутки доилось 20, ой, 14 тонн всего. На сегодняшний день мы доим 23 тонн. Мы увеличили не только удою, но и подняли еще качество молока. Да, на сегодняшний день мы сдаем на молзавод жирность 3,5. Это пригодно для сыропригодного молока, да, оптимальный показатель. И увеличили белок. То есть с 2,8 мы увеличили до 3,13. Да, то есть на этом мы не будем останавливаться, будем повышать дальше. Агрофирма является на сегодняшний день, повторюсь, основным поставщиком на наш Новоуральский молзавод. То есть мы уже поставляем порядка 640-670 тонн в месяц молока. Напомним, выездное заседание состоялось по инициативе Новоуральского филиала областного союза промышленников и предпринимателей. Присоединились и члены ассоциации предприятий атомной отрасли Новоуральска. Гости остались довольны увиденным. Завод работает. Что самое главное, сохранены рабочие места, более того, они добавлены. Это раз. Завод прошел глубокую модернизацию, появились новые линии, уникальные импортные линии, с глубокой автоматизацией процессов. Производство сохранено, основное развивается. Я думаю, что у него хорошее будущее. Ну а гражданам рекомендую, конечно же, пользоваться услугами нашего молочного завода. Вкусное молоко, вкусное сметана, вкусное масло и все те продукты, которые они сегодня производят. То есть сами вы тоже покупаете? Я покупаю продукцию на Уральском молочном заводе. Увидели, что динамика, которая идет у молочного завода, она существенна. Видимо, буквально за три года проведена полная модернизация. И уже можно видеть, что начинают улучшаться качества, потребительские свойства продукции. И, естественно, мы будем ожидать, что результаты будут сказываться на стабильном коллективе и на доходах работников. Мы устанавливаем такие доверительные отношения между администрацией и именно союзом производителей и предпринимателей. Потому что уровень взаимодействия надо уже устанавливать на более высокую качественную планку. Сегодня мы познакомились с предприятием, которое я вижу, что оно модернизировано. Что вложено 193 миллионов на капитализацию. Сохранено 192 рабочих места. Производство работает. Производство выпускает. У производства есть планы. И мы видим, что данное производство работает в схеме с агрофирмой Уральской. Поэтому эти два наших субъекта предпринимательства, производства, они изданно и исторически были нашими городскими, городского округа. Поэтому со стороны администрации должна оказываться вся поддержка, какая возможна, как предприятию агрофирмы Уральской. Такие встречи непосредственно на производстве позволяют не только видеть, как живет предприятие сегодня, но и понимать экономическую ситуацию, которая складывается у производственников. Успешность предприятия – это и стабильность на рынке труда, и поступление в бюджет. Так, на сегодня на молокозаводе трудится 192 человека. Количество рабочих мест по сравнению с трехгодичной давностью выросло на 30 сотрудников. Увеличились в значительной мере и производственные объемы. А это значит, что будущее и перспектива развития у предприятия есть.